В Америке есть очень сильное соревнование в американских школах, поскольку мы должны бороться за свое место в обществе. Как в этих школах они справляются с этим соревнованием, как в нашей школе это будет происходить? Кто самый лучший ученик? Если ты прочтешь статьи о воспитании, благодаря этому можно понять, что именно человек, который развивается свободным образом, он затем приходит к успеху, как в том, чтобы быть хорошим человеком по отношению к себе, так и по отношению к другим, и также к тому, чтобы быть успешным в жизни, не то чтобы он получил хорошую ставку в Макрософте, поскольку его мозг не является механизмом, недостаточно испортили его в школе. Но я скажу тебе, мы находимся в кризисе, в науке, в воспитании, в культуре, во всем, что делает человек, поскольку мы не формируем человека. Сегодняшний человек, люди, они не могут уже раскрывать природу, не могут ничего открывать, потому что мы сделали из них клетки, квадраты. Мы достигли состояния, когда из каждого человека мы создали винтик, не более. Он знает, что нужно выбрать, какую профессию, чтобы больше зарабатывать, сколько для этого ему нужно выучить, и только к этому стремиться. Из этого он не становится счастливей, а все для того, чтобы преуспевать, преуспевать и преуспевать. И прежде всего это закончилось, будем надеяться, в силу этого всеобщего кризиса. А кризис не в экономике, это кризис в том, чем человек занимается в своей жизни, вообще. Если человек не развивается изнутри, изнутри себя, творчески, то затем он не может быть творческим в своей жизни. Он может создать какую-то программу, компьютерную, потому что он сам как компьютер, не более того. Есть много исследований в этом, я не хочу говорить от себя или от науки Каббала. Зайдите в гугл, откройте статьи по воспитанию, вы увидите море материала, который об этом говорит. Что сегодняшняя самая большая проблема, это та, что мы не даем человеку самому возможность развиваться, ребенку. что он не должен ничего создавать, что нужно быстрее обучать его, чтобы он быстро наполнил себя разными знаниями, прошел экзамены, самыми хорошими оценками поступил бы в институт. И все. Этим мы разрушаем в детях творчество. Это проблема. что люди становятся разными фонами, игрушками, которые они создают. Кризис он в том, что мы крадем человека у человека. Нам кажется, что нужно ребенка ввести воспитание. Очень определенное, жесткое классы, экзамены, рамки. Наша природа не терпит этого. И в итоге на эту ошибку от 100 до 200 лет отпущено. И не случайно нужно раскрыть глаза и увидеть, что мы как минимум с 40 последних лет находимся в кризисе, в воспитании. Если мы не изменимся с нашим воспитанием, то дети все равно мы видим, что каждое поколение оно стыдит это воспитание и потом становится испорченными в течение поколения, в течение этой жизни и не могут найти себя после всех этих вещей. Можно изучать географию, историю, математику. Все эти вещи совершенно иначе. творческие. Проблема в подходе. И об этом я говорю. Я не говорю о том, чтобы ничего не учить. А подход, он должен быть другим. Он должен быть общественным. Потому что, если мы не обучаем об всеобщем мире глобальном, и класс, он должен быть тоже таким круглым. И ответы, и вопросы, обсуждения. Дети должны обучать сами себя в итоге в таком классе. А учителя должны только помогать им продвигаться в темах. Я не могу передать это в течение короткого времени, но вы прочитаете об этом много, и в итоге человечество начинает понимать, о чем наука Каббала говорит все время. Все эти философии, которые изучает ребенок, это в сущности все обсуждения, этот думает так, этот говорит так, почему это так, почему это оттуда. Это развивает человека таким образом, в форме диалога, в форме столкновениях во мнениях. А ребенок в классе он не спрашивает у нас, в настоящем классе. Он должен получить это от учителя и все. Главное пройти экзамен, это совершенно обратно тому, что я говорю тебе согласно опыту, и многие древние народы поступали так, как только о порче в последней школе, этой детерминистической, то, что это сделал я не помню. У отца его была мельница и он перемалывал муку, так он обучал ребенка своего, так этот ребенок создал школу, вот так перемалывают детей, и как же его зовут? 200 лет назад, Лилин Блюм, что-то такое, но это и представляет наша школа. Ладно, перейдем к чему-нибудь другому. Да, мэм. Спасибо.